Детский технопарк, профориентация, дополнительные занятия и школы с углубленным изучением предметов. Все это сегодня доступно каждому. Главное желание и стремление к развитию. Ведь примеров, к какому уровню надо расти юным исследователям, в Якутии множество. Открытия выдающихся ученых из республики значимы и на мировом уровне. С одним из таких примеров ознакомилась Юлия Великодная. Александр Николаевич – последователь первых мерзлотоведов Якутии. Именно он впервые составил ландшафтную карту мерзлотной области на примере Якутии, которая стала основой изучения динамики мерзлот. Это исследование получило высокую оценку не только в России, но и в мире. Мерзлотоведение – главное терпение и наблюдательность. Именно эти качества с детства прививали родители будущему ученому. Он признается, что в детстве и не думал связать свою жизнь с наукой. Вырос в деревне, как и все сверстники, помогая по хозяйству родителя. Свободное время – игры на улице. Хотя в наше время уже в космос летали, я не собирался космонавтом. Вот летчиком, вот помню, в совсем глубоком детстве, 6-7 лет лет летчиком хотел. И только в старших классах наш герой точно определился с будущей профессией. Произошло это благодаря увлеченным рассказам его дяди, студента биолога географического факультета о практике и учебе. Поступление в университет на удивление дало слегка, рассказывает Александр. Ведь в то время отбор был жестким. Требовалось и служить в советской армии, поработать на производстве. Но и студентам он еще не задумывался о научной карьере. Ему просто было все интересно. Хотелось получить как можно больше знаний. По учебе, конечно, это напряженная работа. Напряженная работа. И нас учили напряженно в таком графике работать. Как в библиотеке работать, как с научной литературой работать. Это в университете все привили. Александр Николаевич – отец двух сыновей. Глубоко убежден, что принуждать к каким-либо занятиям детей нет смысла. Ну а если ребенок чем-то увлечен, то тут можно и направить, и подсказать. Его деятельность тесно связана с полевыми работами, куда с охотой теперь выезжают и сыновья. Старший решил, что определенно пойдет по стопам отца. Мы-то развивались, как сказать, эволюционно, наверное. Это потихоньку, по крупицам, по крупицам все это, все это знания собирали и так далее. А если бы вот такие были бы сообщества для детей, для школьников, это было бы очень хорошо. Тогда, конечно, развитие шло бы наше очень, может быть, и быстро бы, и очень глубоко бы мы стали сразу узнавать. Сегодня состояние вечной мерзлоты очень волнует мировую науку. Десятки лет на научных станциях в северных регионах России ведут наблюдения за состоянием земной поверхности ученых из многих стран. Всех объединяет тревога за климат на планете. Александр Николаевич часто выезжает в зарубежные командировки. Сегодня наука не имеет границ. В Институте мерзлотоведения с ним вот уже много лет работает Павел Яковлевич, дружба с которым проверена разными испытаниями. «Хороший и ученый, и организатор работ, и товарищ в полевых условиях самой разной сложности и в горах, и в стужу, и при комарах. Ну, мы друг друга как бы проверили. Мы не только, значит, и в работе, но мы, в общем-то, и по спорту вместе, и по каким-то, значит, в нерабочих досуге». По мнению мерзлотоведа, у сегодняшних юных исследователей гораздо больше возможностей реализоваться в науке в самое короткое время. Им не приходится сегодня по крупицам собирать знания, сидя в библиотеке. Обработка исследований, обмен мнениями и выводами – все происходит мгновенно. Он рад, что его вклад в науку – одна непрерывная цепочка знаний, которую подхватят будущие ученые. Юлия Великодная, Юлия Михайлова, Андрей Рукавишников, Якутия. День за днем.